В минувший четверг на Москву и область обрушился ураган. Выпала 70% месячной нормы осадков, а порывистый ветер десятками валил деревья и рвал провода. Ливень начался около 16 часов дня, и уже через полчаса стало понятно, что дождь этот рядовым назвать никак нельзя. Порывы ветра достигали 26 метров в секунду. Видео с последствиями природных явлений очевидцы выкладывали в социальные сети. В подмосковном Солнечногорске, по данным МЧС, из-за падения дерева на автобусную остановку пострадали три человека. Еще двое госпитализированы в Латкарине. Всего ветер поварил около 70 деревьев. Повреждены 17 автомобилей. На юго-востоке области на территории одного из ЖК ветром унесло беседку с детской площадки. А в Бирюлеве ветер снес металлическую конструкцию и швырнул ее на припаркованные рядом авто. Более 2,5 тысячи жителей Московской области остались без электричества после прошедшего урагана. Ленинский городской округ стихия не обошла стороной. На улицах Видного десятки сломанных деревьев, пострадало 8 автомобилей. О ситуации в муниципалитете нам рассказал заместитель директора единой дежурной диспетчерской службы Юрий Списивцев. С 17 часов стали поступать массовые звонки по атмосферному фронту, по дождю, по упавшим деревьям. Практически более 350 звонков. Упало, было повалено 30 деревьев, причем 8 из них на автомашины. 8 машин были повреждены. На электрические линии электропередач деревья падали 15 селеных пунктов, в связи с этим на некоторое время отключались от электричества. Ну все деревья, в принципе, оперативно были распилены, убирались. Сегодня эта работа будет закончена по уборке осадков деревьев. Пострадавших при этом не было. Уже вечером на улице Видного для устранения последствий урагана вышли 4 бригады дорсервиса. В первую очередь убирают упавшие деревья с проезжей части и у социально значимых объектов. Как отметил заместитель директора МБУ дорсервис Рустем Саддаров, ураган для служб неожиданностью не был. Вовремя поступил прогноз погоды и был создан оперативный штаб, в который вошли все структуры учреждения. В настоящее время идет работа по очистке внутриквартальных дорог и проездов от упавших деревьев, а также опиловка сломанных веток, угрожающих опасности на 50 участках муниципалитета.